Второе. Воспалительный процесс и его особенности. Теперь перейдем к рассмотрению вопросов, как организм реагирует на различные нарушения в своих тканях. А реагирует он на огромное многообразие этих нарушений, в основном однотипно. Воспаление. Оказывается, любой болезнетворный процесс сопровождается локальным воспалением территории. И происходит это так. В месте повреждения расширяются кровеносные сосуды, вследствие чего увеличивается кровоснабжение. Происходит замедление кровотока и, как следствие, покраснение. Это приводит к местному повышению температуры и увеличению проницаемости стенки капилляров. Все это ведет к тому, что в месте воспаления становится больше лейкоцитов, макрофагов. А их активность возрастает. А выход жидкой части крови плазмы вместо повреждений вызывает местный отек ткани. Отек ведет к сдавливанию нервных окончаний и вызывает боль. А все вместе взятые локальные изменения ведут к нарушению функции данного участка. Но вернемся к процессу воспаления. Оказывается, это многоступенчатый сложный процесс. Регулируется кислотностью. Все стадии воспаления напрямую зависят от степени закисления поврежденных тканей. Так, на начальных стадиях закисления повышается проницаемость кровеносных сосудов, мелких капилляров и клеточных мембран. Оказывается, что это нужно для усиленного обмена веществ, которые лежат в основе восстановления поврежденного участка. А вот дальнейшее повышение кислотности может привести к отекам. Приток жидкости в ткани значительно превышает возможность ее вывода. Следующий этап воспалительного процесса сопровождается еще большим закислением, что приводит к высвобождению содержимого тучных клеток. Тучные клетки это мостоциты, лавроциты, высокоспециализированные иммунные клетки, соединительные ткани. Они играют важную роль в воспалительных реакциях. При воспалении ткани они выбрасывают из себя особые вещества, которые меняют состояние межклеточного вещества соединительной ткани, образуя особый изолирующий очаг воспаления, то есть барьер. И так происходит сдавленные ткани и полная изоляция поврежденной зоны. Это происходит тогда, когда организм уже не справляется с устранением повреждений. И эта стадия носит название гнойного воспаления. В итоге любая болезнь заканчивается с суффиксом "-ит", означает, что в ее основе лежит воспаление. Синусит, гастрит, атит, бронхит, цистит. Название варьируется от места расположения процесса воспаления в организме. Обычно мы воспринимаем это как болезнь, а на самом деле это является ответом организма на воспаление. Теперь перейдем к понятию кризис. Кризис в переводе с реческого означает внезапную перемену в течение болезни. Обычно это кратковременное усиление симптомов болезни, которое наблюдается при воспалении. И здесь важно понимать, что обостряется не сама болезнь, а усиливаются биологические процессы, которые лежат в основе ее естественного исчезновения. Это покраснение кожи, жар, боль, отеки. И что важно отметить, в связи с нашей темой локальное повышение кислотности ткани. Теперь настала очередь перейти к натуропатическим методам лечения и оздоровления организма. И мы уже знаем, что любой естественный ремонт в организме сопровождается закисленным фоном внутренней среды или больного места. То есть связан со смещением кислотно-щелочного равновесия. Я теперь так... Ну ладно, сейчас. Сыроедение, особенно фрукторианство. Голодание, употребление яблочного уксуса или обертывание в ванной с их применением. Дыхание по бутейкам, стрельникам. И даже двигательная активность сильнейшим образом связаны с изменением кислотно-щелочного равновесия со сдвигом ее в кислую сторону. Кстати, используя фрукты, мы за счет фруктовых кислот закисляем внутреннюю среду организма. Овощи, вот именно овощи наоборот ее ощелачивают. Овощи. Теперь можно понять, почему, используя выше перечисленные методы, мы можем получить как обострение симптомов хронических болезней, так и проявление новых, которые в действительности были у нас в непроявленном виде. Отсюда закисление организма, стимулируя обмен веществ, повышение проницаемости тканей и сосудов, создает условия для излечения болезней. При этом важно помнить, именно условия. А для того, чтобы произошло полное исцеление, нужно задействовать и другие механизмы восстановления и вовремя нормализовать внутреннюю среду организма. И смотрите, в качестве примера благоприятного закисления внутренней среды организма, возьмем лечебное голодание, примерно к пятому-восьмому дню голодания. Уровень pH крови снижается к ее нижним границам нормы. Это происходит естественно, а не болезненным образом. И приводит к тому, что организм сам, под своим собственным контролем, сканирует себя и выявляет все хронические очаги, о которых мы даже не подозреваем. Эти хронические очаги с помощью механизма воспаления приводятся в активное состояние в течение нескольких недель и прорабатываются с целью полного исцеления. После чего начинается выход и восстановление нормальных параметров крови и внутренней среды. Процесс перевода хронического состояния болезни в острое воспаление требует времени. Время требуется и на нормальное протекание и окончание самого воспаления. А это не часы, не дни, а недели. И одного даже длительного голода 30-40 суток оказывается недостаточно. Поэтому требуется несколько голоданий. Выяснили разницу? Что бы мне еще хотелось отметить, так это то, что сам по себе организм заряжен отрицательно. И поддержание этого заряда – важное условие для сохранения здоровья. Ну а теперь можно вернуться к пищевой соде. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok